Разговор событийного, с того, что сегодня произошло. Я знаю, что в Грузии протесты, я знаю, что в Грузии и в прессе шумят, и люди шумят по поводу вот тех, ну, скажу честно, как мне показалось, антиукраинских заявлений, которые были сделаны. Что вам известно, как вы это оцениваете? Да, мне стыдно за наше правительство. Общественно обратилось к ним, захоронить солдата, который погиб здесь, в Суни-АТО. Кстати, с кем я знакомился несколько дней тому назад, будучи на передовой, Грузинский солдат. Да, грузинский. И вместе с украинцем он погиб. Его вчера перевезли, его тело, и в ответ на это они сказали, что вся ответственность за гибель этого солдата Александра Григолашвили лежит на предыдущую власть, то есть на нашу власть команды президента Саакашвили, что, мол, они были введены в заблуждение, и за это он, так сказать, воюет в Украине. То есть это предательство против Грузии, потому что всем ясно, что этот фронт на востоке Украины, это не только фронт украинцев, это фронт и грузин, и молдаван, особенно всех тех, кто живет в Восточной Европе. Георгий, ну вот вы это говорите, мы это понимаем прекрасно, но почему тогда страны Западной Европы понимают, что это наш общий фронт, очень часто высказываются в поддержку России, та же Австрия, та же Чехия, но вот сегодня мы видели в прессе заявление немецких официальных лиц. Почему так происходит? Ну, к счастью, скорее всего, это уже больше исключение, чем правило, потому что мы знаем, что уже Евросоюз установил санкции. И всем ясно, что Путин не остановится до тех пор, пока его не остановят и не заставят остановиться. Вот именно эти санкции и еще жестче санкции, а также военная помощь Украине, а также финансовая помощь Украине, чтобы не только на фронте шли дела хорошо, а в первую очередь, чтобы в Киеве в плане реформ, тех реформ, которые собираются проводить президент и премьер-министр и большинство парламента, они шли успешно. Как вы, как в Грузии относится к тому, что реформы в Украине будут, собственно говоря, во многом делать грузины? Министр здравоохранения, Экос Гуладзе, первый заместитель министра внутренних дел. Что касается их, они очень опытные, они мои друзья, коллеги, которые делали эти реформы. Конечно, эти реформы не проходили за один-два года. Это все было как бы череда реформ, и Александр Квиташвили как раз делал свое дело для того, чтобы потом в конце мы получили тот результат, который мы сейчас получили, что в Грузии есть вновь построенный частным сектором, не государством, госпиталя, нового европейского стандарта, есть страховая медицина. А что касается полиции, я уже говорил, и все знают о чуде грузинской полиции, которые сейчас, кстати, вместе с армией и православной церкви имеют больше 90% симпатии народа и рейтинга. То есть это уже сам по себе говорит о успехе этих реформ. Поэтому мы готовы помочь, в первую очередь, скажу, самим себе, помогая Украине, выиграть эту битву под названием антикоррупционной реформы и в целом становление нового украинского государства. Мы помогаем себе, Грузии, потому что без Украины не будет у нас будущего. Спасибо большое. Дай Бог властям и в Брюсселе, и в Вашингтоне вашего общежития и вашей поддержки Украины. Перемолваю вам. Спасибо. Рекордное падение рубля. Подтянет ли оно и гривну за собой? Продолжение следует.